Микс Ньюс. Итоги 2019 года. Экономика. Доброе утро, уважаемые наши радиослушатели, любимые. Сегодня в праздничном настроении последний рабочий день, предновогодний день. В этой студии Анастасия Смоловская, Абик Элкин. Доброе утро. И Евгений Копейн, звукорежиссер нас, ждет нас сегодня, он насыщенный день, вплоть до 15 часов в этой студии будут ведущие радиоболтком, беспрерывно будем подводить итоги. Но, надеемся, и на ваши звонки, в общем-то, все это ради этого и замышлялось, и задумывалось для того, чтобы услышать ваше мнение. На портале Микс Ньюс ЛВ была возможность на протяжении нескольких недель подвести итоги. Там мы предлагали вам, ну, на свое усмотрение, события главного этого года в самых разных номинациях. И сегодня поговорим об этих номинациях. И, конечно, ваше мнение хотим услышать в том числе, потому что, конечно, все объективно не вспомнить, да, и поэтому хотим услышать ваше мнение тоже. Поэтому напомню, телефону прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, и номер WhatsApp тоже к вашим услугам 2-3-0-6-1-9-1. Да, поговорим об экономике. Первый час, да. Да, оптимисты, наверное, бы сказали, что для того, чтобы понять, как развивается латвийская экономика, надо было бы в эти предпраздничные дни поехать в один из торговых центров. Да, мне тоже предоставилась такая возможность, минут 15 кружил я возле торговых центров, и уже специально расставленные люди с такими вот палочками, похожие на дорожных полицейских, показывали, что мест нет, но в результате все-таки удалось припарковаться. Так было в субботу, так было в воскресенье, и можно, конечно, было сказать, ну вот видите, смотрите, вот все забито, парковки, и люди там не просто припарковались, чтобы посмотреть, что магазин есть. Да. Да, да. Ну, это вот такой оптимистический взгляд. Наверное, пессимисты, я думаю, среди наших радиослушателей, и те, кто будет нам звонить, будут такие, скажут, что нет, это все плохо, да, и вообще все ужас-ужас, что там чуть ли не экономика Латвии завтра отдаст концы. Ну, я надеюсь, что нам удастся какой-то такой вот взвешенный подход сделать, да, между таким умеренным оптимизмом и, может быть, чуть-чуть пессимизмом. Ну, если так вот уже всерьез все это оценивать, то, конечно, год, на мой взгляд, с экономической точки зрения, не был уж таким ужасным. Поэтому, конечно, если мы посмотрим на статистику, то средняя заработная плата вот в народном хозяйстве росла, опять-таки, было очень много людей, я их знаю, которые утверждают, и они тоже правы, что для них ничего как бы в лучшую сторону не изменилось. Может быть, не стало хуже, но и не стало лучше, потому что они не почувствовали ни этот рост средней заработной платы, ни вот этот реальный вот рост достатка вот не почувствовали. Да, есть и такие, поскольку совсем не во всех секторах вот росла на самом деле средняя заработная плата, и мы же видим, что средняя заработная плата народного хозяйства как вот средняя температура по больнице. Вот, например, в госсекторе стабильный рост заработной платы, мы знаем, что чиновники, где бы они ни работали, или вот в министерствах, в госагентствах, или, кстати, в самоуправлениях, у них, в принципе, у всех есть рост заработной платы. Можно там смотреть, какой рост заработной платы, но у всех заработная плата росла, росли объем премий, там вот этих так называемых денежных призов, подарков, есть разные варианты в госсекторе, как стимулируют сотрудники, но очевидно было, что у них был определенный рост заработной платы. Но если вот про латвийские зарплаты говорите, про среднестатистические зарплаты, что нам говорит Центральное статистическое управление, на год в среднем на 78 евро повысилась средняя брутозарплата, и сегодня она составляет 1083 евро. Обсуждаем мы сегодня итоги, напомню, и вот если верить нашим итогам промежуточным, которые на портале Микснис ЛВ на сегодняшний день, предлагали мы 5 вариантов ответа, как главное событие в латвийской экономике. Это крах банка ПНБ, капитальный ремонт финансовой системы от Каринша, с таким заявлением он вышел, когда стал премьер-министром. Об этом мы еще тоже поговорим. Да, включение мэра Ивара Лемброгса в черный список США, это можно, конечно, отнести к политическим событиям, но, конечно, на экономике это отразилось, и прогнозировали, что это может отразиться на экономике. Центрс, наша латвийская компания, была объявлена банкротом, но достаточно тихо прошла эта новость, потому что, ну, знаем, что много лет, каждый год, я бы сказала, всегда есть новость, что там Центрс является налоговым должником, и там разборки, претензии и так далее. И привлечение работников из-за рубежа сделали более простым, но, в общем, и на сегодняшний день, на данный момент, 39%, самый большой процент за включение мэра Ивара Лемброгса в черный список США проголосовали наши читатели. Да, нет, ну, во-первых, что касается голосования, ну, все мы живые люди, и наша память тоже не безгранична, чаще всего, вот, когда спрашивают людей, какие самые яркие события года, неважно, в политике или экономике, всегда называют то, что было вот самое такое последнее, горячее. То есть, если бы Лемброга включили бы в этот черный список, не знаю, в январе 2019 года, может быть, никто бы и не вспомнил, я тоже с трудом могу припомнить все события, которые были, не знаю, прошлой зимой, да, ну, может быть, какие-то совсем уж такие скандальные, да, но, в основном, все вот вспоминают такое последнее. Что касается Дзинтерса, ну, будем корректны, сейчас там идет процесс непротивоспособности, чем он закончится, мы еще не знаем, может быть, банкротством, может быть, будут какие-то другие варианты приняты решения, мы знаем, что вот эти вот право интеллектуальной собственности никуда, к счастью, за границу не ушло, они у многолетнего руководителя предприятия Дзинтерс, поэтому вполне возможно, что мы еще увидим косметику под этим брендом, но понятно, что вообще факт тревожный, что все больше и больше из тех предприятий, которые пережили вот советскую эпоху, их не так много, наверное, может быть, ну, на пальцах двух рук можно посчитать, почти у всех у них проблемы, и это уже говорит не о том, что там какие-то плохие руководители, а о каких-то вот таких вот уже кардинальных недостатках вообще латвийской экономической системы. Если вот спросить наших радиослушателей, какой инвестиционный крупный проект вообще за 2019 год, они вообще могут припомнить или вспомнить, и ничего, ничего, мы говорим о том, что кризиса нет, это, ну, объективно, да, кризиса нет, средние заработные платы, как мы уже констатировали, растут, инфляция, там в декабре вообще было 2%, по году где-то 2,5-3, то есть ничего такого драматического, но ведь мы говорим о том, что раз нет кризиса, да должны какие-то инвестиции приходить, Латвия вроде бы должна быть привлекательной. Я вот так вот за год не припомню ни одного инвестиционного проекта, все время мучились там с Lidl, откроется, не откроется, но выяснилось, что в этом году ничего не открылось, якобы в следующем году вот один магазин Lidl откроется. Потом, я знаю, что шведы пытались, по-моему, под Добылой открыть вот этот парк ветряков очень больших, и тоже там очень долго получали разные разрешения, согласования, в итоге так ничего им не удалось, то есть так ветряки и не появились. Ну, можно тут спорить, насколько там нужны эти ветряные генераторы, но вроде бы инвестиции там были довольно большие. И мы видим, что никаких иностранных инвесторов, вот, никакие иностранные инвесторы в очередь не стоят для того, чтобы в Латвии что-то развивать. Я уже не говорю о каком-то вот секторе производства. Да, отдельные самоуправления, тот же Айвар Лэмберг неоднократно приходил к нам в студию в течение года и говорил о том, что у них там вот в этом индустриальном парке открылось одно предприятие, там, на 10-20 человек, 30 человек предприятия что-то делают для каких-то там тракторов и так далее, ну дай бог. Да, но вот каких-то крупных инвестиций, где бы мы сказали, вот там, ну не знаю, вот сейчас у нас будут какие-то узлы производиться, там, не знаю, для Volkswagen, для BMW, там, не знаю, для Toyota, ну что-нибудь такое, где вот глобальные корпорации хотели бы в Латвии что-то производить и приходили бы многомиллионы инвестиций. Кто-то может сказать, что в торговом секторе какое-то движение идет, Акрополис открылся. Да, в этом году как раз, в апреле, да. Поэтому, да, это тоже довольно крупные инвестиции, и я бы не говорил о том, что, ой, вот это плохие инвестиции, какая разница, деньги в экономику вложены, рабочие места созданы, конечно, хотелось бы, чтобы не только был торговый центр, но и какие-то, как мы сказали, производственные цеха, но вот с производством в Латвии, вот, начиная с 90-х годов, как-то не задалось. То есть, вот как мы покончили с последними вот объектами вот советской промышленности, сейчас уже все признают, что это было там трагической ошибкой, кто-то считает, что это преступление было. Так мы и не смогли вот какой-то сектор промышленности восстановить, да, по статистике, если мне память не изменяет, 13-14% вот в доле ВВП на промышленности, да, ну, это ничего. И мы видим такие тенденции очень неблагоприятные в сфере транзита и логистики, может быть, мы чуть-чуть попозже об этом поговорим. Я вижу, что уже начинается звонки. Да, вы нам звоните. Ваши события года в экономике, что вы вспоминаете, самое яркое. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Я полностью с вами согласен по поводу промышленности, то, что не принесли инвестиции, но я считаю, что это не было преступлением или ошибкой. Это был хорошо продуманный план, который лишил пролетариат кормовой базы. То есть задача власти мелких лавочников, которая пришла в Латвию и захватила власть в 1991 году, было лишение пролетариата кормовой базы. Так что это был хорошо продуманный план для того, чтобы здесь исчез пролетариат. Что касается итогов в экономике, мой личный первое место – это запуск новой программы количественного смягчения мировыми центральными банками. Сейчас печатается 165 миллиардов долларов в эквиваленте, и такого не было даже с 2008 года. То есть центральные банки расписались полностью своим бессилием удержать экономику без запуска печатного станка. Запустила печатный станок Федеральная резервная система 65 миллиардов долларов. Банк Японии не прекращал печатать 70 миллиардов долларов ежемесячно, при этом рост экономики нулевой. И Европейский центральный банк, последним шагом Марио Драги был запуск новой программы количественного смягчения в размере 20 миллиардов ежемесячно от начала и, как говорится, до обеда. То есть пока экономика не запустится. При этом Марио Драги утвердил, значит, 8 лет, что он не 8 лет, а потом, с 2012 года был у власти, говорил, что нужно проводить структурные реформы, а реформ никаких не проводилось, кроме запуска печатного станка. Поэтому экономика, я не знаю, как она будет работать, но мой прогноз на будущий год, вот можем через год поговорить, я думаю, что в этом году золото станет около двух тысяч. А то, что в Латвии при таких нулевых процентных ставках, то есть ставки-то нулевые, даже отрицательные, то, что работает печатный станок и за 10 лет кризиса не смогли при наличии дешевой рабочей силы, не смогли сюда заманить даже немецкие предприятия, не создали никакого хаба, скажем, по транзиту товаров на территории Российской Федерации. Ведь имея такое местоположение, можно было построить хаб даже для того же Амазона, понимаете, здесь почты пересылать в Россию, складировать здесь, склады огромные построить, ничего это не сделано. Еще раз убедили меня в мысли в том, что это государство не заинтересовано от своего начала и до своего конца, и не будет заинтересовано здесь в развитии промышленности. Это государство чиновников и мелких лавочников, к сожалению. Спасибо. Спасибо большое. Здесь был и макроэкономический анализ, и такой финансовый анализ. И прогноз. И прогноз, да. Ну вот посмотрим, действительно, как это все будет дальше развиваться. В 2020 году мы еще поговорим, может быть, в экономике. Вот возвращаясь к тому, что сказал наш радиослушатель, ну, печатание денег, наверное, здесь больше финансовые эксперты мы будем, я думаю, если не сегодня, то еще, может быть, в следующем году созваниваться, тоже подводить итоги года, что-то скажут, но не всегда, наверное, включение печатного станка – это плохо. Если есть соответствующие товары, их перепроизводство, как-то нужно, наверное, пытаться эту систему сбалансировать. Но вот возвращаясь от такого сложного, от цены золота, это, наверное, может быть для инвестиционных банкиров важно. Вот к нашим таким вот совсем повседневным заботам мы видим, что заработная плата росла в тех секторах, где катастрофически не хватает вообще рабочих рук и мозгов. А их не хватает уже не только там, не знаю, в нашем вот производстве, в торговле. Нет такой сферы, ну, может быть, не знаю, чиновники так еще пока не жалуются, гастарбайтеров не приглашают. Но, в принципе, всюду острая нехватка рук и специалистов в медицине, которая в соответствии с нашим законодательством является весьма закрытой системой. Мы знаем, для того, чтобы работать здесь врачом или медсестрой, мало того, что нужно знать латышский язык в совершенстве, что сразу всех иностранных специалистов в белых калатах отодвигает, но еще нужно сертификат иметь именно в Латвии. То есть мало иметь там диплом хоть Оксфорда и быть доктором наук. Надо подтвердить. Да, надо еще подтвердить. Был такой анекдотический случай, по-моему, в ноябре, еще пока мы не знаем, чем закончился. Когда известный американский специалист латышского происхождения, который уехал, кстати, в 90-е годы, у него, кстати, латышский родной язык, он профессор медицины, он хотел приехать, вернуться в Латвию, здесь работать врачом, и ему сказали, очень хорошо, но ты должен еще сертификат, профессор, он должен еще подтвердить, что он может здесь в Латвии работать врачом, потому что он уехал в Америку в 90-е годы, его, естественно, сертификат, который был уже давно в Латвии, срок годности закончился, но ему теперь, видимо, вместе сказали, а пойди вместе со студентами, профессору, на шестой курс поучись сначала. Вот это такой анекдотический случай, который говорит о том, что медицина, несмотря на нехватку специалистов, фактически привлечь даже профессоров из ряда своих соотечественников так вот просто не может, и это еще один показатель того, что вообще в Латвии и медицина, и экономика тормозится из-за этих бесконечных проволочек, когда ты поговоришь с предпринимателями, то такое количество бесчетное нужно получить разных разрешений, особенно если ты вот что-то производишь, даже перегружаешь грузы, ты должен получить такое количество вот этих вот атлервис, даже на простую рабочую, что в результате люди склоняются к тому, что нужно заниматься предпринимателем самым, не знаю, простым бизнесом, хотя каждый бизнес не очень простой, но вот я уже не знаю, что можно там делать, я не хочу никого обидеть, но может быть продать квартиру и купить квартиру, опять продать, там может быть разрешение от всяких других служб, валс, видос, динус и прочее не нужно, может быть это проще, хотя я говорю, что там это бизнес тоже очень непростой связи с недвижимостью, но вот поэтому и неудивительно, что у нас все больше фирмы закрывается, бизнес не развивается и инвесторы не приходят, потому что когда они посмотрят, какое количество нужно бумаг подавать, насколько сложна процедура для участия в том или ином тендере, мы видим, что, а потом мы жалуемся, что ай-яй-яй, вот на этот конкурс по вывозу мусора заявились только две крупных латвийских компаний, и вот больше других нет, а откуда они возьмутся при такой сложной системе, при таких больших инвестициях, откуда они возьмутся? И, кстати, банки в этом году не стали больше кредитовать, скорее наоборот, банки тоже очень жестко ко всему этому подходят, и поэтому вот у нас и нет инвестиционного развития, нам же говорили, что вот мы только присоединимся, по-моему, в 2014 году произошло, или в 2013, да, в 2013, только мы присоединимся к еврозоне, и будет так удобнее. Заживем другой жизнью сразу. И инвесторы действительно будут к нам ломиться буквально, в очереди стоять, но, как мы видим, это тоже не произошло. 67212-93-9, 67213-93-9, ждем ваших звонков, вашего мнения, какое главное экономическое событие вы можете вспомнить за этот год? Самое яркое, на ваш взгляд, самое запоминающееся, мы на портале Максим Салве предлагали пять вариантов. Это крах банка ПНБ, капитальный ремонт финансовой системы от Каринша, включение Мэра и Варрел Эмбергса в черный список США, что повлекло за собой экономические санкции против нескольких компаний и предприятий. Дзинтерс стартовал процесс неплатежеспособности и несколько сделали легче привлечение работников из-за рубежа. 34% за крах банка ПНБ, капитальный ремонт 12%, включение Мэра и Варрел Эмбергса в черный список 39%, 14% за Дзинтерс и 1% за работников из-за рубежа. Да, вот о капитальном ремонте финансового сектора здесь, наверное, нужно поговорить отдельно, о логистике и транзите тоже во второй части этого часа. Но вот закончить тему гастарбайтеров, на самом деле был облегчен только режим тех гастарбайтеров, которые имеют соответствующую довольно высокую квалификацию. И это ни к чему не привело, потому что я, честно говоря, не слышу ничего о наплыве сюда инженеров, конструкторов, индустрадных, не знаю, архитекторов, компьютерщиков и так далее. А вот те вот украинские гастарбайтеры, там жители Пакистана, других стран, они сюда приезжают под разными соусами, кто-то по студенческой визе, сейчас тоже разрешено полный рабочий день, 40 часов в неделю работать студентом-гастарбайтером. Потом используется такой интересный механизм такого гостевого гастарбайтера, оформляется разрешение на работу в одной из стран Европейского Союза, чаще всего в Польше. И потом этот вот работник из Узбекистана и Таджикистана командируется в Латвии. С польским разрешением? Да, с польским. У нас же свободное движение рабочих сил и капитала. И он здесь спокойно работает как командировочный. То есть предпринимателям из Латвии это легче, им не надо проходить всю эту сложную процедуру. И во-вторых, работнику как бы легче, и всем хорошо. И это такая вот лазейка, которую как бы наши чиновники не учитывали. Но очевидно, что несмотря на то, что у нас такая очень правая коалиция правительственная, все равно давление со стороны предпринимателей на политиков будет продолжаться. И в следующем году им в любом случае, они будут вынуждены просто, чтобы экономика вообще не встала, решать вопрос об облегченной процедуре завоза сюда и такой вот неквалифицированной рабочей силы. Ну, это неизбежный процесс. Ну, вот по поводу такой острой нехватки рабочей силы говорили в нашей студии компании по ремонту дорог и мостов. Вот, например, у нас наши мосты ремонтируют литовцы. Когда начали говорить, что у нас своих нет, а вот нет. А вот нет, у нас действительно нет. И говорят, что очень тяжело найти рабочую силу. Тем более, это такое, ну, как правило, сезонное. Это в этом году нам с погодой повезло, и ремонтные работы могут продолжаться. Потому что это достаточно тепло. Обычно это сезонная история, на которую тяжело привлечь сотрудников. И вот прям за голову хватает. Ну, есть еще один нюанс. Мы же понимаем, что мосты нельзя ремонтировать вот по велению сердца чиновников. Это длительный процесс, опять-таки, вот этих конкурсов, тендеров. И мы никогда не знаем, когда этот тендер закончится. И фирмы мостостроительные не знают. И, естественно, сами строители не знают. Они же не будут сидеть и ждать, пока один тендер закончится. Потом фирма, которая проиграла, будет обжаловать этот процесс. И в результате, естественно, такие ценные работники, специалисты по ремонту и строительству мостов, просто уезжают. Рынок в Латвии маленький. Мосты у нас ремонтируются. Как мы знаем, некоторые мосты, там... То ремонтируются, то не ремонтируются. ...современного хода оккупантов, условно говоря. Вообще не ремонтировались. Давайте еще один звонок. Делайте ранее приемы, Батюша, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы там говорите про джиндер, что закрылся, что такое. Это уже совершившийся факт. Лучше думать про то, что сейчас предвидится. Ведь государство в лице Каренча решили прибрать к рукам Венспилский и Рыжский порт. Так как мы уже давно слышали, что Латвии предпринимательством нежелательным занимательством государства, берем в этот учет, можем предвидеть, что эти порты будут расторговываться, да? Или это будут латыши из-за границы, или это будут американцы, или кто, это неизвестно, да? Это одно, что нас сейчас предвидит в следующем году. И потом еще одно. Только что сегодня в вашем Балкомрадио я слышал новость, что российская компания, которая в Латвии распродает газ, уходит с рынка. Они продают свои акции от 70 до 79 миллионов, да? Да. 79 миллионов, да. Да, да. Вот такая маленькая нюанс, да? Каждый, который мозги использует для мышления, да, может уже сказать, что, значит, Россия уходит с латвийского рынка, значит, они, скорее всего, прекратят поставку газа для Латвии. Значит, Латвия сейчас начнет газ брать с Америки, значит, газ станет 2-3 раза дороже. Так что поздравляю с Новым годом. Спасибо большое. Вот такой пессимистический, может быть, взгляд, со многим можно согласиться, со многим, поскольку действительно ходили такие слухи, что вот этот вот захват портов, который произошел вот в течение 48 часов, такой беспрецедентный случай, когда просто выкинули представителей самоуправления из Венспирского и Рижского порта и еще смеялись. Ну, хорошо, в отношении Венспирского порта хотя бы есть предлог, там Лэмбок связан с портом, был председателем правления порта, и поскольку он попал под санкции, то Венспирский порт тоже арищский. Ну, и, по-моему, сам Лэмбок шутил, что он все-таки несколько раз мимо Рижского порта в год проезжает, но это уже достаточно. Как там с Лепайским портом? Уже можно. Лепайский на закуску оставили, или как-то вот государство особенно понравилось мэрии Лепой, поэтому его не трогали. Ну, вот будут ли эти действительно порты отданы на приватизацию? Ну, правящий уверяет, что нет, можно ли им верить? Ну, опыт показывает, что тоже не очень. Посмотрим. Что касается «Газпрома», здесь тоже нужно для ясности все-таки вот уточнить, что речь идет о продаже пакета акций, там 34%. В «Коннексис Грид» это компания, которая занимается хранением и транспортировкой, а не продажей газа. Да, продажи газа оттуда, из этого «Газпрома» не уходит. Что касается «Коннексик», то просто у «Газпрома» даже не было выхода, потому что в соответствии с законом не может быть одно предприятие заниматься и поставкой газа, и его, и содержать инфраструктуру. То есть это в соответствии с энергетическими харти Европейского союза. Тут вариантов нет. Последний день, по существу, когда это было можно, все сроки уже стекли. «Газпром» продает свой пакет акций, там еще инвестиционный фонд тоже продает свой пакет акций. Но пока сам «Газпром» не собирается уходить с латвийского рынка газа, если его там разными путями не выдавят, это мы в следующем году, кстати, увидим, то пока еще российский газ будет к нам поставляться. Есть разные проекты, весьма иногда авантюрные по строительству всяких терминалов жижного газа. Там «Скурты», один из спонсоров новых консервативной партии, все время, как сейчас модно такое слово, топит за эту идею. Но рынок Латвии настолько невелик, что сейчас кто будет вкладываться? Конечно, инвестор из Америки очень бы хотел, чтобы латвийское государство деньгами налогоплательщиков рискнуло и вкладывало вот эти деньги в терминал жижного газа. В Литве, как мы знаем, корабль «Независимость», там газ подвозится, его так много, что они готовы его нам поставлять. То есть в Литве такое количество не надо. Зачем еще в Латвии создавать терминал? В принципе, давно уже сказано, что если даже будет один терминал жижного газа, всю Балтию его, в принципе, можно охватить. Охватить и снабдить. Нам надо прерваться на рекламу, вернемся через пару минут. Мы продолжаем подводить итоги и вас тоже призываем это делать вместе с нами. 6.7.212.93.9, 6.7.213.93.9. В этом часе до 9 часов обсуждаем мы экономические события. Все, что помните, напоминайте нам, вспоминайте сами, а после 9 часов будем говорить про политикумы. Поэтому тоже, может быть, у вас в голове что-то всплывает, вспоминайте и пишите нам в WhatsApp, если руки у вас свободны, 2-3-0-6-1-9-1. Вот если мы так поговорим о капитальном ремонте финансового сектора, так именно это все обозначил сам премьер Министер Калич, вот все, что на разрушение у нас очень эффективно работает. Я помню, это, по-моему, была какая-то предыдущая зимняя олимпиада и еще 2 предыдущих. И кто-то очень хорошо сказал, глядя из экспертов, кстати, глядя на телевизор, где какие-то олимпийские игры. Самые успешные у нас был скелетон. И кто-то сказал, при всем уважении к этому виду спорта, кто-то сказал, что в Латвии все, что вниз головой летит, все очень успешно. И вот почти 12 миллиардов евро мы потеряли от нерезидентских средств, но и один из банков, который занимался в том числе нерезидентами, не выдержал ПНБ. Там, конечно, длительная предыстория. Сначала был банк Норвик, кредитный портфель у него был очень плохой. Предпосылки для, условно говоря, закрытия этого банка на самом деле были. И тут Калич на самом деле не очень-то и виноват в этом процессе, поскольку кризис в ПНБ зрел давно, последние 2-3 года, как говорили специалисты. И это все закончилось очень печально. Здесь, наверное, больше были упреки к регулятору. Почему, зная, что ситуация в банке плохая уже на протяжении длительного времени, и передав банк под контроль ЕЦБ, была допущена такая ситуация, когда больше недели пенсионера этот банк привлекал, я думаю, не случайно, за последний год очень много пенсионеров, в течение недели они испытывали стресс, нервные потрясения, потому что не у всех пенсионеров есть какие-то накопления, многие живут от пенсии к пенсии. Когда больше недели они вообще остались без стресса существования, но пока все эти бюрократические процедуры, потом были какие-то очереди, когда бедные пожилые люди осаждали вот этот банк Цитаделло, чтобы там переоформить и открыть счет, но мне кажется, что вот в нынешней системе 21 века, когда все электронно, когда ты знаешь, кому что принадлежит, можно было позволить пенсионерам и после блокировки счетов банка все-таки вот свои накопления снять. Ничего бы не произошло, никаких миллионов у наших пенсионеров там нет. Ну, вы вот правильно сказали, специалисты знали про это все и говорили, а простые люди для вот тех же самых пенсионеров, для них это стало такой неожиданностью. То есть, вчера они ложились спать, все было хорошо, а проснулись 15 августа и оказалось, что все счета заблокированы, да, почему так надо было быстро и резко и не давая возможности, не только ведь у пенсионеров там деньги лежали, да, мы знаем, что многие самоуправления, например, тоже деньги. Да, это конечно, но я почему почерпнул пенсионеров, потому что, ну, фактически для многих это были единственная как бы возможность, но хорошо, что у кого есть там дети могут помочь, там родственники, а вот одинокие пенсионеры, оказаясь в такой крайне непростой ситуации, кто-то может сказать, подумаешь неделя, ну, извините, кушать нужно каждый день, лекарства покупать, поэтому я считаю, что вот предь надо сделать все, чтобы таких ситуаций не было, поскольку у нас сейчас нет таких банков вот в Латвии, которые работают в каком-то автономном режиме и не находятся под контролем ФКТК, в любой момент ФКТК может по существу посмотреть денежный поток, транзакции, они имеют полный доступ вот к этим вот действиям внешним банков, да, не может быть такой ситуации, что какой-то многомиллионный кредит выдается, пропускаются деньги и надзорные органы сейчас об этом не знают. Все под контролем и я думаю, что очень многие физические лица в этом году убедились, что капитальный ремонт ударил по ним так, что счета людям закрывали, как физическим лицам, так и юридическим, при том… Как минимум интересовались, что и так, откуда. Да, и многие предприниматели жалуются, это, кстати, уже констатировали должности и лица, наконец до них дошло, они сказали, что мы из одного крайности в другую крайность, то есть сначала была полная свобода, а теперь уже латвийским компаниям закрывают счета фактически без пояснений. Один мне предприниматель говорит, что он пришел в банк и говорит, слушайте, а моей компании-то у меня нет офшоров, нет иностранных инвесторов среди учредителей, зачем? Вы знаете, ну компьютер у вас выбрал, ну компьютер, то есть там, видимо, есть какие-то программы вот эти вот американские, жесткие, контрольные, да, какая-то, может быть, сделка не понравилась, тяжело сказать, какой-то алгоритм, но вот выпала там компания X, вот ее счет надо закрыть, ну и тогда предприниматель, когда ему счет закрыли, он бегает, куда бы деньги перевести, вроде банков много, но сейчас процедура открытия счета очень сложная, и, кстати, это тоже, когда мы говорим о том, почему не приходят инвесторы, если инвесторы здесь хотят открыть счет, то у них могут возникнуть с этим вообще большие проблемы. И как дальше вот будет и финансовая система выживать в этой ситуации, поскольку у нас довольно много банков, так называемых кредитных учреждений, в Латвии рынок маленький, нерезидентов там осталось, может быть, хорошо, если 1-2%, как вот эти банки дальше будут свою бизнес-деятельность развивать, пока непонятно. Ну, подождем, что будет в 2020 году и примем звонок радиослушателя. Доброе утро. Доброе утро. Всех поздравляю заранее с наступающим Новым годом. И вас. Надеюсь, что у всех будет больше поводов для радости. Вы знаете, вот думал, что хорошего сказать именно на тему экономики и финансового сектора. Вот Абек так качественно дал обзор. Не нашел ничего, честно. Вот вы знаете, чем отметился этот год? Скажем так, переходом из прошлого в этот, полной бесхребетностью местных, я не знаю, ну, власть, не власть, даже слово власть как бы не подходит им. Это как бы внешние, скажем так, местные, внешние исполнители, вставленники, полная бесхребетность. Вот я вам могу сказать такую вещь. Это не так, может быть, ну как, это афишировалось, но, опять же, не так резонансно. В феврале будет отчет Money Wall. Вы знаете, чем грозит Латвии? То, что если, не дай бог, мы попадем в серую зону. Чтобы вы просто понимали, я как человек, в принципе, из окрасли могу вам сказать. Это значит, что финансовый сектор, для того, чтобы получить не африканский статус, а оставаться подключенным ко всем глобальным системам, SWIFT и так далее, системам Bloomberg, нас просто, напросто могут в один день позакрывать отовсюду. Они просто уйдут. И уйдут не из Латвии уже, они уйдут из Прибалтики целиком. И вы представьте, сколько нам придется сделать усилий и, скажем, огромных вложений и так далее, для того, чтобы вернуться в белый список. Я очень надеюсь, что этого не будет. Но я просто хочу донести до тех, может быть, радиослушателей, кто не совсем понимает, что происходит, что будет очень плохо. И вот так вот просто банки работают, и как мы привыкли молниеносно исполнять счеток, платежи какие-то, это тоже уже будет вчерашний день. Вот. Поэтому вот это вот, это результат полной бесхребетности, то, что наших местных предпринимателей, финансовый сектор никто не защищает. А если там кто-то начнет сейчас говорить, мол, мы тут сами себя довели, что пустили сюда такие деньги, извините меня, самым большим офшором в мире является «Левада», «Делавер» и теперь уже «Коннекти» кутштадт. Вот посмотрите, сколько там компаний, сколько там офшоров зарегистрировано. Ну еще не будем забывать ту вещь, что, посмотрите, пожалуйста, это даже уже на уровень кинематографа пришло, сколько американских фильмов уже десятилетиями, если не веками, на Кайманах держат свои семейные трасты. Вот давайте это тоже можем обсудить. И еще одна вещь хотел бы подытожить, это, как сказать, есть такое хорошее выражение, мне оно нравится обычно, «Марски сняты». Я прочитал заявление нашего уже нового посла США в Латвии, ну там примерно вот фраза мне очень понравилась, «Я не знаю, что напишут в феврале, но вы получите друга». Ну и на кой черт нам такой друг? Я исторически так закончу просто свою речь. Всех с наступающим, всем всего хорошего, удачи. Спасибо большое. Это, помнится, был такой то ли анекдот, то ли пыль, когда сначала сообщали в новостях о количестве убийств, изнасилований, грабежей, а потом говорят, «И спокойного вам доброго вечера». Вот примерно так наш радиослушатель сказал «Счастливого нового года», после того, как объяснил, что будет в Латвии, когда ее в феврале могут включить вот в этот серый или в черный список «Монивэлл», вот это будет совершенно обидно, с учетом того, что вообще правительство сотворило с нашими финансовой системой, еще после этого попасть в серый список. Это тогда понятно, что все усилия, в том числе по уничтожению вот этого нерезидентского банковского бизнеса, были напрасны, но вот эта история с Лаймбергом, включением его в санкционные списки, кто-то из радиослушателей, когда мы это обсуждали, как-то обиделся, не обиделся на меня и сказал, что ну что вы так вот там, типа, чуть ли не превозносите Америку, говорите, что она такая могущественная, что может сделать все, что она хочет. Но на самом деле мы ведь не пытаемся как-то вот в реальном мире жить, и мы понимаем, что такое вот американские санкции, они уже давно стали наднациональными. Это не просто, нужно понимать, что если Лаймберга включили вот в этот черный список госкасса США, это не значит, что теперь в Америке не получат кредит. Это значит, что по существу эти санкции на него будут распространяться, ну, по всему цивилизованному миру, не зная, как там в Зимбабве или, так сказать, в Гвинее, ну, вот Швейцария, Австрия, но сейчас тяжело найти вообще ту страну, где развитая банковская система, которая бы никак не реагировала на включение. Не обратила бы внимания. Да, это тут же высвечивается вот этот красный маркер, говоришь о том, что ну, этот человек, мы не можем с ним иметь никаких делов, ни счета открывать, ни обслуживать счета, ни все компании с ним связанные. Не даже страну пускать, например, как в Америку. Да, ну, Латвия уже, как вы знаете, тоже там позакрывала счета его, двух его взрослых детей, жены. Ну, надеюсь, хотя бы на бывшую жену это не отразилось. Но вообще, в принципе, вот это говорит о том, насколько вот эти жесткие санкции, если раньше кто-то там смеялся, то на самом деле очень, наверное, мало стран могут себе сегодня позволить, но на эти санкции, ну, если не наплевать, но вот, по крайней мере… Проигнорировать. Так, проигнорировать. Ну, может быть, те, кто работает внутри Российской Федерации или внутри КНР, не делает, ну, Китайской Народной Республики, я имею в виду глобальных игроков, да, которые делают внутри платежи, вот, внутри страны. Как мы знаем, Россия вводит свою вот автономную систему на этот же случай, что если вдруг Соединенные Штаты применят санкции уже по отношению ко всей стране финансовой, да, чтобы действительно не оказалось так, что там из Новосибирска в Москву и обратно нельзя будет деньги перечислить. Поэтому… Ты все равно никогда не знаешь, где, что, как пригодится, поэтому… Действительно, эти американские санкции, это, по-моему, еще хуже, чем тюрьма. Из тюрьмы еще как-то можно выйти, а можно ли выйти из санкций? Это еще вопрос. Давайте примем звонок нашего радиослушателя. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Я нашел один из номеров газеты с газетой «Суббота», что касается ПНБ банка. Уже в понедельник, 19 августа, новые акционеры и проведение ПНБ банка назвали все происходящее неожиданностью. И сообщили, что на данный момент банк платежеспособен и обладает хорошей ликвидностью. Спасибо большое за это замечание. Не хочется сейчас все фокусироваться только на проблемах ПНБ банка. В свое время мы это уже долго разбирали. Я так понимаю, что основной спорный момент это было то, что этот предприниматель, крупный магнат нефтяной, который хотел купить этот банк, обращался в ЕЦБ. Но я так понимаю, так документы необходимые для того, чтобы стать инвестором и вложить деньги, так и не оформил. Потом появилась информация, что якобы он даже хотел за счет взять кредит в другом банке, чтобы стать акционером этого банка. В общем, темная такая история. Но, по крайней мере, ЕЦБ и, я так понимаю, наш регулятор констатировали, что там вот этот плохой кредитный портфель превышает хороший кредитный портфель. И проблемы с ликвидностью на самом деле, так, по крайней мере, утверждают наши регуляторы, были. Как там на самом деле, мы не знаем. Но банк давно был проблемным. Но это, наверное, другая тема. Еще в оставшиеся, наверное, минуты и несколько слов, скажем, о том, как развивалась отрасль транзита и логистики. Здесь ничего позитивного не было. Мы видим, что грузопоток через латвистской железной дороги и через наши порты снижается. И здесь есть несколько факторов. Во-первых, объективный. Поскольку Россия все-таки пытается увеличивать тот объем своих грузов, которые она через отечественные порты пропускает. По-любому. Это раз. Во-вторых, латвийская внешняя политика, к сожалению, способствовала тому, что Россия более быстрыми темпами уходит из портов стран Балтии. Какая это внешняя политика? Мы все прекрасно знаем. Ну, явно недружеская по отношению к восточному соседу. Ну, опять-таки, наверное, это отдельная тема, внешняя политика. Мы об этом говорили подробно, кстати, вот с нашим гостем в пятницу. В пять часов был Янис Юрканс. Что-то мы уже выложили, по-моему, на сайт Микс Ньюс. Можно прослушать это интервью. Он подробно говорил о том, какие ошибки мы допускаем во внешней политике, в том числе в отношении с восточным соседом. Повторяться бы не хотелось. Но вот, к сожалению, пока такая очень тревожная ситуация. В 2020 году прогнозируется еще большее уменьшение вот этого транзита через латвийские порты. Особенно с учетом вот этого беспрецедентного захвата портов государством. Ведь те вот компании, которые работают с нашими портами, они нюансов нашей латвийской политики не знают. Они там не понимают, почему представители самоуправления выкинули самоуправление из правления портов. Что теперь будет? Ну, для них сигнал, что что-то там не то. Я лучше в этот порт не пойду. Пойду, к примеру, в порт Клайпеда, где, по крайней мере, ясная система. Стабильность и ясная. Стабильная. Я знаю управляющего. Да, здесь, я так понимаю, в Энспорском порту управляющего поменяли. Теперь управлять портом будет начальник службы безопасности Рижского порта. Да, ну, в общем, непонятная ситуация совершенно. Ну, вот, кстати, по поводу санкций у нас в студии не так давно был министр экономики Ральп Немира. Когда мы с ним говорили, ну, в общем-то, тот, кто следит, например, за его твиттером, он встречался с министром энергетики России. И, в общем-то, это такая публично доступная информация, никто это не скрывал. И вот мы с ним обсудили, что санкции с санкциями, а экономикой экономикой как раз-таки было бы неплохо все-таки налаживать какие-то моменты. Вот он говорил о том, что пытаются. И разговор тоже у них был о том, как, не нарушая закон, но при этом какие-то отношения сохранять, в том числе и в сфере энергетики для того, чтобы экономически это было выгодно и России, и Латвии, конечно же, чтобы все это было в интересах Латвии. Остается буквально 5 минут у вас. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Доброе утро. Слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Я еще раз коротко. У меня не есть информация по банкам, ни АБЛВ, ни ПМБ, они до сих пор не лишены лицензии. Что касается ПМБ, знаете, если вам норматив ликвидности одному банку поставить, образно говоря, 6, а другому 14, как это было у ПМБ, то, соответственно, и устойчивость банка будет оцениваться по-разному. Правительство Латвии поставило точку в банковской сфере. Банковская сфера будет уничтожена однозначно, потому что здесь хватит одного отделения Сбербанка, как в московском микрорайоне, на полтора миллиона человек. А на первое место я бы поставил показатели России в этом году. Блестящие показатели вообще в экономике, просто изумительные. Макроэкономика в России поднялась на невероятный уровень. Микроэкономика, там проблемы, да, на местном уровне. А макроэкономика просто блестящий. 40% рост фондовых индексов в долларовом выражении. Запасы денег 540 миллиардов. Бюджет профицитный, по-моему, 2 или 0, очень огромный профицит бюджета. При нефти 40 долларов, которая торгуется 60, в общем, с макроэкономикой в России все в порядке. И сравнивая, например, зону Моглина, которая построена в Пскове, спонсируется государством, прекрасная зона и условия в Латвии. Когда газ в Латвии в 10 раз дороже, чем в России, а электричество, по-моему, в 4 раз дороже, да, то есть вопрос, где мне открыть завод по производству чего-либо в Моглина в 10 километрах от эстонской границы, вернее, не в 10, в 30 километрах, или в Латвии, используя проблемы, которые латвийские. Конечно, я подкрою в Моглина. Спасибо. Спасибо за этот комментарий. Наверное, тема развития экономики России, наверное, отдельная. Не будем все смешивать. Там свои есть нюансы. Последний звонок, наверное, примем сейчас. Доброе утро. Слушаем вас. Доброе утро. Вот как там было на кольце написано, все пройдет, пройдет это. Я к тому, что все забудем. Вот сейчас поболтаем, опять все забудем. Вот если бы мы на что-то были способны, радиослушатели, там, обыватели, вот надо было скинуться на камень и поставить около Венского порта, и на нем написать оборот, значит, грузооборот, такой-то, прибыль, такая-то. Стараниями персонажей, значит, Бордонса, Линкейса, Рейерса, Пуца во главе с Кариншем порт приватизирует, переходит, значит, в руки вот косвенно этих людей. Дальше выбить года 20-21-22 с заготовленными местами для грузооборота и прибыли. И внизу подпись. Произошедшее – это рука Кремля. И вот через годы посмотреть, что получится, это было бы не просто как эмоционально, то, что я сейчас говорю, глупость, дурь, а просто по цифрам было бы видно, вот к чему ведут вот конкретно, вот порт, вот цифры, вот, что они уменьшатся, это, понятно, по-моему, любому, даже малообразованному. И еще раз, все забудется. А тут бы ходили, бы смотрели, камень большой надо, чтобы они его не утянули, чтобы, по-моему, значит, не разбомбили. И просто наглядно видеть по цифрам, к чему ведут вот эти люди, конкретно порт в данном случае и все наше государство. Вот, по-моему, если бы мы на это хотя бы были способны, это просто было бы полезно даже финансово. А эмоционально-то это просто было бы великолепно. Ну, еще раз, шутка, но я считаю, что вот в этом был бы смысл. Спасибо. Спасибо большое, да. Я думаю, что если вообще перечислять всех наших политиков, и предыдущих тоже, которые унесли свой вот негативный вклад... А мы сейчас поговорим о них. То там памятник, камень будет такой, что закроет всю видимость Венспирского порта. С экономикой, да, мы заканчиваем. Следующий час. Политика. Я быстренько проанонсирую, что еще сегодня ждет. С 10 до 11 часов. А политика есть концентрированное выражение экономики, как сказал классик. Да, это взаимосвязано. С 10 до 11 мировые события, с 11 до 12 будем обсуждать спорт, с 12 до 13 катастрофы мировые и латвийские, с 13 до 14 о кино поговорим, и с 14 до 15 про компьютерные игры и новые технологии поговорим в этой студии. Так что не переключайтесь, подводим итоги сегодня вместе с вами.